Вот Александр Невский, какая-то там перестрелка в Рио Браво или еще рвотный порошок, вот первостатейный просто. Кто ему деньги дает? Кто эти люди, которые в этом бреде участвуют? Изумительно. Ну это как они там, фильмы категории С, да? Это фильмы категории Г, откровенно. Слушай, но его же Бэткомедиан, он у него любимый персонаж. Я ни одного фильма не видел, я вот только у Евгения смотрел. Да, да, да. Ужас. Но самый главный вопрос, может ты действительно знаешь, а как вообще, на какие деньги они, потому что таких фильмов много, это какой-то вот действительно категория Г, их много и в Штатах, их делают, а кто их смотрит вообще, какая там модель, вот совершенно непонятно. Потому что там есть праздник, я видел этих людей, я как-то раз общался, я видел, они представляли вот такой фильм, у них была премьера, показ какой-то, три с половиной каких-то инвалидов сидят в зале, и вот это, вот прямо это ужас, откуда деньги? Для кабельных сетей продают. Я когда-то ездил, ну, когда плотно занимался кинобизнесом, ездил в Канны на кинофестиваль постоянно, и там, в общем-то, заметно, что в фестивальную программу входит там, ну, утрируем, 20 фильмов, а в то же время рядом проходит кинорынок. На кинорынке показывают, ну, 400 фильмов примерно, и там вот, ну, тысячу евро стоит местечко на прилавке во дворце этих кинофестивалей, то есть ты там свое добро можешь представлять, и людей, которые сняли какое-то на букву «Г» за 50 тысяч долларов, их там батальоны, просто батальоны, смотреть это невозможно. Петр, я тебе уверяю, если мы с тобой сядем, мы с тобой за 15 минут напишем просто гениальный сценарий. Я не про то, что мы гении, а про то, что вот с этим сравнивать просто нельзя, там бездарность вопиющая, то есть вот натурально какие-то умственно неполноценные писали, и сценарии, и диалогии, и снято за три копейки все, и все это кино, понимаете, это кино. Ужас, ужас. Но, тем не менее, находят своего покупателя, видимо. Да, конечно, через сети показывают, ну, теперь онлайнки. Платформы, да? Да, 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 вот там всякий шлак покупают, лишь бы время забить. То есть мне нужно сетку, да, сетку забить. Давайте еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире, доброе утро. Здравствуйте, приветствую всех слушателей, меня зовут Андрей, я из Петербурга. Сразу вопрос. Если нашей стране понадобится или уже необходима именно государственная идеология, то, как по вашему мнению, кому можно было бы доверить, во-первых, ее написать, как-то составить эту идеологию каким-нибудь философам, писателям, может, каким-нибудь другим мыслителям, это во-первых. А во-вторых, кому можно было бы доверить распространение этой идеологии так, чтобы люди, народ эту идеологию поддержал. Спасибо. Спасибо большое. Затрудняюсь ответить. Под любой вопрос должна быть подведена философская база, и это никаких сомнений не вызывает. У нас такой философской базы нет. Нам всем объясняют, что самое главное в жизни – это деньги и потребление. Чем больше у тебя денег, тем ты лучше. А наибольшее количество денег обеспечит тебе наивысший уровень потребления. Ты будешь жрать слаще, спать мягче, девки у тебя будут красивше. Все. На этом наша философия и идеология заканчивается. Можно ли с этим существовать? Да, какое-то время, безусловно, было можно. Да, граждане, которые, разинув рты, бегают и все покупают, и счастливы от того, что набивают хаты каким-то барахлом, да, какое-то время это работало, безусловно. Потому что в Советском Союзе не будем кривляться. С материальной частью было все очень и очень скромно. Ну, а теперь каждому по машине шматья горы, жратвы горы. До какого-то времени работало, но оказалось, что в других местах шматья гораздо больше, жратва дешевле, машины лучше. И мы ничего такого предоставить не можем, например. А им от нас что-то надо. А как этому противостоять? Непонятно. Идей никаких нет. За что мы бьемся? За то, чтобы среди нас этих голубых было меньше? Ну, какая-то спорная, так сказать, идея. А при этом философов никаких. Никаких вообще. Никто никуда не подтягивает. Ну, у нас есть одно светило. Фашист Ильин. Но фашист Ильин как-то только для организации фашизма внутри страны годится. А идей нет никаких. 20-й век, с моей точки зрения, показал, что у человечества есть два магистральных пути. Номер один. Это капитализм. Он же фашизм в своих крайних проявлениях. И коммунизм. Коммунизм мы отринули. Капитализм лучше всех построили в США. Поэтому США это сияющий град на холме. Безо всяких преувеличений. Туда надо убежать. Там надо зарабатывать деньги. Там надо жить. Там надо купить домик в Майами, заканчивая жизнь на пенсии. Я не слышал, чтобы кто-то там из наших состоятельных покупал домики на Байкале, например. Или хотя бы на Черном море. Майами. Вот это да. Ну, а если мы следуем строго, так сказать, в фарватере за данным государством, то ничего другого и ждать не приходится. Я боюсь, наша элита, она не дошла еще до того, что им нужна какая-то самостоятельность и субъектность. Наша элита, она по-прежнему думает, что вот сейчас вот все устаканится. Дальше все будет нормально, так, как было. А оно уже не будет. Кого для этого искать, я, честно скажу, не знаю. Я вокруг себя таких не вижу. И тех, кого я, так сказать, это в публичном поле читаю, там таких я тоже не вижу. Я бы пару слов про США добавил. Немного уточню. Не то, что уточнил бы, прокомментировал бы то, что Дмитрий Юрьевич сказал про фарватер. Ну, есть общее мнение, что идеология Соединенных Штатов – это так называемая американская исключительность. Ну, то есть мы особая нация, мы и политические, и экономические, и с точки разных остальных. То есть мы сияющих храм на холме. Это и есть идеология, которая, кстати, основана на довольно серьезных принципах. Первое – это действительно капитализм, полная экономическая свобода, возможность реализовать американскую мечту, выражающуюся там в машине домики и прочим. С одной стороны, с другой стороны, полная свобода слова, полная свобода личности, и вот это два таких, я бы сказал, кита вот этой вот исключительности. И действительно, ощущение такое, что всех это устраивает, и многие действительно и люди, и страны действительно в фарватере этого и едут, и стремятся. Я помню один разговор с одним американцем, мы с ним что-то обсуждали, какие-то политические вопросы. Он такой умный мужик, околополитический такой, и он с хорошим чувством юмора, и мы, значит, что-то после очередной рюмки разговоров про разницу между мировоззрением, и он сказал, да ладно, что ты рассказываешь-то? Ты же, говорит, была бы возможность, американский паспорт получил бы и жил бы в Штатах, и ты же хочешь быть американцем, а я же вижу, говорит, по тебе, вот это же на тебя на лбу написано. Я обиделся, говорит, что, с ума сошел, засунь себе в задницу свой паспорт, мне не так нормально. Но ведь действительно так, вот про домик в Майами и вот это вот многие, огромное количество, это великолепная идеология, потому что еще очень важная вещь – это приток иммигрантов, которые все стремятся вот к этой исключительности. То есть ты получил паспорт, ты не только получил шанс на свободу слова, мечту и так далее, но ты еще и автоматически попадаешь в лучшую нацию в мире, ты становишься сверхчеловеком, в смысле элитой мировой, да. И это очень интересно. Другой вопрос, что, а где идеология у Великобритании, например, или у Германии, или у Польши? Ну, у Польши, может, и есть какая-то. У Китая, наверное, с этим попроще. Вообще очень интересная большая тема по поиску, и действительно мы как-то вот мечемся слегка вот туда-туда-сюда, непонятно. Хотя, конечно, я, например, лично не хотел бы, чтобы у нас была идеология а-ля вот коммунистическая партия единственная, в которую можно вступать, и больше ничего нету. Мне кажется, это не очень правильно. Угу. У нас есть письменные вопросы, есть звонки, да. Надо как-то совмещать. А удачу звонок, а потом я доперерну его. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я в Москве. Дмитрий Юрьевич, категорически приветствую. Петр Просимович. Доброе утро. Доброе. Упоминали вот недавно в разговоре Марата Касева. Очень жаль, конечно, Марата. Тоже смотрю, переживаю. Отсюда вопрос. Неужели Марат не знал? Небольшой комментарий, если позволите, на минутку от себя. Весной удалось с семьей убежать из Украины, поэтому я туда не ногой. Даже учитывая то, что у меня там родители пожилые остались, даже в таких ситуациях, как у Марата, не поеду, потому что ответственность перед семьей. Я понимаю, что меня туда просто не отпустят, и будет ситуация подобная. И небольшой комментарий по поводу Запада. Работал я на Запад, находясь на Украине. И они мне предлагали уехать на далекий Запад, скажем так. Сладкой жизни обещали. Ни в какую не согласился, конечно же, я понимаю, ради чего. Но здесь сейчас живу, в Москве. Кому не расскажешь, люди не понимают, почему же ты к нам приехал. Объясняю, тоже мало понимания нахожу. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, про Марата, это же все сугубо индивидуально, комрад. Ну, вот ты не поедешь, а у него там бабушка при смерти, он поехал. Может, это самый дорогой на свете у него человек, не мог не поехать, и поэтому поехал. Ну, я окружающих судить не берусь. Может, это зов души, может, надо было так, не знаю. Получилось отвратительно. Да, Марата жалко. Да, ситуация, конечно, с Маратом, она вообще выходит за рамки понимания вообще разумного какого. Будьте здоровы, Дмитрий Ильич. Да, у нас тут, нам зрители задают вопрос. Вот хороший вопрос. Юрий ЧСВ задает. Здравствуйте, помогите разобраться, как бороться с собственным ощущением, что за границей все идиоты, да и в нашем правительстве какие-то недалекие. И как подобный шовинизм забарывать в окружающих родственниках и друзьях. Хороший вопрос, потому что вот эта шапка закидательства, что вот в Штатах там одни идиоты, в Европе вообще конченые все, ничего не соображают. Да, вот как же здесь с этим делать, Дмитрий Ильич? Ну, для меня это все время как-то это, блин, это, США это сверхдержава. Это самая могучая страна на планете Земля. С самыми передовыми технологиями, лучшими на свете учеными, которых они как пылесос высасывают со всей планеты. И точно так же, как деньги, как пылесос высасывают со всей планеты. Неужели действительно можно подумать, что они идиоты? Идиоты это поклонники покойного Михаила Задорного. Вот это вот идиот натуральный. Ой, тупые, ну тупые. Это вы. А там умные. При этом речь всегда идет про вещи разные. Есть так называемая элита и есть так называемый народ. Так вот, эта самая элита в Соединенных Штатах Америки, специально образованная, исключительно умная, хитрая, хищная и злобная. Обратите внимание, там сколько угодно могут меняться всякие Обамы, Байдены, Буши. А почему-то внешняя политика Соединенных Штатов не меняется никогда. Вообще никак. То есть легкие колебания есть, а глобальных изменений не бывает никогда. Это почему? Это потому, что страной правят не Байдены и не эти, как их там, Буши. Страной правят, как это они сами недавно объяснили, так называемое глубинное государство. Про это еще дедушка Ленин писал. Про правящий класс. Буржуазию. Сильно богатые люди определяют политику Соединенных Штатов. Внутреннюю, внешнюю, всю, абсолютно. Это очень умные люди. Если там происходят какие-то, с вашей точки зрения, глупости, это объясняется другими вещами. Не тем, что у руля стоят дураки, а тем, что организация огромных человеческих сообществ сопряжена со всякими трудностями, флюктуациями, не всегда получается так, как хочется. И если вам это кажется дуростью, знаете, как это, все военные дураки, милиционеры дураки. Почему так происходит? Потому что граждане не понимают, как работает механизм Министерства обороны или Министерства внутренних дел. Они просто не понимают, на мой взгляд, на уровне физиологии. Поэтому, если человек представляет какую-то функцию государственного механизма, гражданину немедленно кажется, это полный идиот, полный дебил. Я ходил, там все дураки, туда-сюда, дурак это ты. А там работает так, как надо. Потому что вот система вот эта вот большая, она имеет ряд особенностей, в рамках которой люди ведут себя вот так и никак по-другому. Если он тебе при этом кажется дураком, то это просто потому, что ты не понимаешь, как оно работает. Ну, так и тут что. Что мы можем? Вот мы такие умные, такие гениальные. Что мы можем противопоставить этим Соединенным Штатам? Вот они Советский Союз разваливали, и с развала Советского Союза нажились просто чудовищно. Триллионы баксов утекли к ним. К ним от нас. А у нас что? Вот это вот самое образованное, самое начитанное, самое читающее на свете нация. Угробило собственное государство, угробило все свои производства, угробило оборону, все угробило. Это замечательная нация, которая самая образованная, самая читающая и, безусловно, самая умная. А за океаном там угорают. Ой, дебилы, как мы вас шваркнули. Все деньги у нас. И все ваши умные, образованные, приспустив штаны и роняя кал, побежали в Калифорнию. Ваши умные такие. Что вообще какая-то абстракция? Это свирепый, очень умный, хитрый враг, который в настоящий момент уже пришел нас убивать, откровенно, физически убивать. Тут не надо думать, что вокруг идиоты. Это крайне печально заканчивается. Объяснять что-то окружающим, не знаю, комрад, на мой взгляд. Это такие, как я, могут что-то объяснять, имея, так сказать, вес и влияя на общественное мнение. На индивидуальном уровне я с такими людьми, которые там что-то противоположное исповедуют, я просто не общаюсь. Не надо. Это, знаешь, как, ну вот там пришел какой-то этот Оскар Кучера к Дудю, и все там в крик, ой, ты не разобрал, ой, ты не дал ответ, ой, ты не сказал, вот Кучера тут бы мог, там бы мог. Ты понимаешь, что в моем воображении все время это как автобус едет, а за ним собаки бегут и лавят. И мне предлагают бежать за автобусом и лаять. Я объясняю. Я сам автобус, я сам что-то делаю, а вот за мной бегайте и лайте. Это единственный правильный способ. Надо свое задвигать, а не за чужим автобусом бегать. Ну, так тут и тебе. С откровенными идиотами не общайся, а в целом время надо тратить на то, чтобы делать что-то полезное, а не дискутировать с идиотами. Вот. Новости на радиоспутник у нас. Спасибо, Дмитрий Юрьевич, за ответ. Как всегда, блестяще. Послушайте новости и возвращайтесь. Преподать к сосуду мудрости в лице Дмитрия Юрьевича Пучкова. И поддерживающих его, да, все, новости пошли, и поддерживающих его двух, так сказать, мальчиков по бокам. Я, знаете, что хотел сказать? Я хотел сказать, что у меня книжка есть классная. Ну, как классная? Старая книжка, ничего там особо классного нет. Название шикарное. Ее написал бывший, этот самый, ну, их много там, офицер разведки американской. Ральф Питерс, по-моему, не суть. Но название крутое. Называется она Never Quit the Fight. Всегда продолжая сражаться, грубо говоря. И он описывает внешние угрозы для США. Ну, она где-то годов там 2007-го, там условно 8-го, там международный терроризм. Но суть в том, это просто такая, там сборник его статей и так далее. Но суть в том, что он говорит, что, ребята, мы, как великая держава, всегда воюем. У нас всегда война. Сегодня это война против международного терроризма, завтра это еще происходит. Она никогда не кончалась и никогда не кончится. Мы, американцы, должны воевать всегда. Вот, мне кажется, это очень четкое определение философии внешнеполитической США. Они постоянно будут, значит, если их где-то отодвинули, бить обратно, лезть, если, значит, есть возможность захватить все, что угодно, вплоть до Афганистана, будут это делать. Именно потому, что они такие огромные и потому, что у них вот та самая идеология вот этого вот мирового хозяина. Вот. Но название просто мощное, хлесткое, хорошее. Мне очень-очень понравилось. Да, я бы, кстати, еще вдогонку сказал, что они считают себя исключительными. Это сияющий град на холме. Кто не в курсе, это все сугубо религиозное. Это все из Библии. Вдруг кто не знает. Да, каким бы странным вам не показалось, это еще и христианство у них вот такое. Да, они себя считают исключительными. Вот раньше был народ израилев, то есть это конкретно евреи. А теперь нет. А теперь США богоизбранная страна. Вы просто нет, не догоняйте местами, о чем они говорят, а у нас неправильно переводят. Они богоизбранная страна. Народ американский богоизбранный. Поэтому они, новый народ Израиля, это американцы. Вот они, Господь их ведет к светлому будущему. Если вдруг непонятно. И вот если вас раздражают идеи исключительности, я вам скажу, что Москва это третий Рим, а четвертому не бывать. Это точно такие же рассказы про богоизбранность нас, узких. Ну так надо свое проталкивать в конце концов. Кто богоизбраннее? Мы или они? Занимайтесь этим. Да, но для того, чтобы быть богоизбранным, надо людям объяснить, кто такой Бог. А с этим у нас очень большие проблемы. Просто огромные. И тут это очень сложно. Проще вернуться, по-моему, к коммунистической идее, чем к богоизбранности и третьему Риму. Очень большой разрыв у нас. Я советую давать. Не верусь. Я не религиозный, поэтому от меня это далеко. Ну это так. Я бы сказал, что тут слов просто мало. Здесь же надо еще как-то это обосновывать. Вот американцы обосновывают. Они, мне кажется, вполне себе соответствуют. Там все просто и примитивно в протестантизме. Если у тебя есть деньги, если ты богатый, это сигнал от Бога. Он тебя любит, Господь. Поэтому дает тебе деньги, дает тебе возможность заработать. Поэтому ты богат. Тебя Бог любит. И Америку любит. Вот она богатая, потому что ее любит Бог. Все просто и понятно для граждан. Ну а теперь давайте поговорим, как Бог любит русских. Давайте посмотрим, как тут с Божьей любовью. И что-то я затрудняюсь даже сказать, где вы это увидите, как вы это найдете. У нас в православии нестяжательство. Это, по-моему, не сказать, что основное, но одно из основных. Богатый, понятно, вор. И как вы это с капитализмом хотите увязать? И готовиться надо к жизни вечной, а не здесь бабло рубить. Я не знаю. Честно вам скажу. Я не знаю. Да, кстати, у нас постоянное обвинение всегда во всем. Да они это за деньги делают. Да оно за деньги. Оно за деньги. А у нас что, деньги запрещены, что ли, как-то? Надо этого... У нас деньги как бы аморально засчитается, что... Да, вот это... Причем это на высоком уровне. Там друг другу предъявляют. Да понятно, что вам заплатили. Ну, заплатили. И что теперь? Такое как бы преступление кто-то совершает. А вы на работу каждый день зачем ходите? Неужели за деньги? Вы такая продажная тварь, что вы готовы каждый день за деньги на работу ходить? Вы идиоты. Натуральные идиоты. Тут таблетки бы есть, а не философией заниматься. Извините. Хороший, да. Ну что, поехали мы в радиоэфир. Задают нам письменные вопросы в Donation Alerts. Буду сейчас по чуть-чуть тоже зачитывать. Сейчас звонки какое-то время принимать, наверное, не будем. Не будем. Будем отвечать, потому что много-много... А давайте, Дмитриевич, я тебе задам, а то у нас в неделе было пару вопросов. Просим. Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Правильно, вернее, начинать словами категорически, потому что в нашем с Трофимом эфире сегодня абсолютно симметричный сам себе Дмитрий Евгеньевич Пучков. Вот он же... И сегодня он опять проводит в отсутствие Александра Евгеньевича Цыпкина, когда особо некого унижать в прямом эфире. Приходится отвечать на вопросы зрителей. Не приходится, а с радостью мы это делаем. Дмитрий Евгеньевич, я вот тут читаю сегодня ленту новостей. Сейчас, где же убежал? Ну ладно, своими словами воспроизведу. Значит, Томас Бах, Томас Бах, это который международный олимпийский человек, самый главный комитет, он же возглавляет, он сказал примерно следующее. Сейчас я попробую это воспроизвести, что по его мнению, возможно, следует, может быть, даже при определенных условиях допустить российских и белорусских спортсменов. Но надо подумать, как участие в Олимпии. То есть там, интересно в этом сообщении, просто олимпийской игре 24-го года, интересно там содержалось огромное количество вот этих, возможно, может быть, предположительных таких, что вот он как-то такое ощущение, что ножкой, значит, трогает воду, как бы, вот где-то там холодную в проруби. А до этого на прошлой неделе было заявление, приписанное Международному Олимпийскому комитету, что допустить надо, конечно, российских спортсменов туда, но не всех, а только тех, кто не запятнал себя позором поддержки спецопераций. Ну и как-то это надо проверять, потому что, ну, понятно, что, может быть, это из источников, наверное, собирать из открытых, а может быть, я даже не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok